добрый день я сначала хочу сделать несколько вводных замечаний я уже извинился за несколько выпендрежное название на самом деле это есть продолжение некой деятельности которая занимаюсь уже лет 20 с младшими курсами но это было в основном с студентами кафедры проблем физики астрофизики а сейчас этот процесс уже формализован для всех кафедр и вот в итоге это вылилось в годовой курс причем вторую часть осеннюю я уже прочитал она лежит ю тубе вы можете посмотреть а это первая часть и на самом деле она называется не физическая основа естествознания а гравитация астрофизика потому что я сам занимаюсь астрофизикой и вот все приложения будут астрофизически и на самом деле это курс вы вырос из просьбы школьников рассказать про общую теорию относительность я понял что для того чтобы рассказать про теорию относительности на пальцах нужно сначала очень много рассказать вводных замечаний и вот примерно половина этого курса это будут вводные замечания так меня зовут берстин василий семёнович я 15 лет был заместитель заведующей кафедры проблем физики астрофизики и еще я работаю в лаборатории юрия юрьевича ковалева релятивистской астрофизики который базируется здесь в кампусе и расположена в комнатах 206 208 210 лабораторного корпуса вот здесь записан мой физ тех овский email вот все взаимодействие то есть решение задач нужно присылать вот на этот адрес у меня есть еще один адрес вот к свет заждется вот здесь он записан но давайте взаимодействовать вот по этому курсу вот по этому адресу потому что будут задачи вот давайте я покажу любой человек написав в гугле астралицей входит сразу его находит и заходит вот на эту страницу вот здесь вот внизу слева на меню фундаментальные частицы астрофизик это так называлась некая образовательная программа очень давно лет 15 назад вот и вот здесь вот вы видите 1 2 курсе и вот у нас был астрофизиков это я уберу что касается астрофизического кофе вот следующее вы видите физические основы естествознания я тоже тут не поменял обещаю завтра поменять что тут будет написан вот 239 нового корпуса вторник 1830 и вы видите что здесь вот все лекции записаны но я правда немножко лекцию добавил 1 я ее поменяю вы можете смотреть лекции вот здесь теперь написаны два учебника один из них вышел уже давно уже страшно сказать до 10 лет это собственной книжкой называется гравитация астрофизика я потом покажу как она выглядит она была есть библиотете но кому там один или два экземпляра значит здесь лежит корректура и в общем то что я буду рассказывать в этом семестре это есть и вот здесь а во втором семестре ну который соответствует этой этому курсу там учебник 2 эта часть называется квантовая механика астрофизика и он не издан но книжка учебник написан совершенно совершенно до конца и вот по нему вот видите вот тоже в том же стиле что и что и написано книжка которые вышли выведут к зачету вопросы задачи то есть вы можете все найти здесь и вот в этом как раз тоже есть некая неприятность которая состоит в том что меня можно не слушать потому что весь курс издан в виде книги задача есть упражнения есть и в принципе можно не слушать а вот читать книгу смотреть лекции так ну конечно очень приятно что вы пришли без живого общения никогда ничего не бывает а вот давайте я тогда возвращаюсь сюда вот удивительно я говорил что один год без особого успеха это было обязательно всему курсу папа вот но вот удивительно что количество которые вот приходит вот она примерно такой а нам для кафедры по большому счету больше не на хотя вот замечательно нас никогда не было такого набора вот этой зимой на втором курсе нам пришло 13 человек и там ищу себя надеждой что вот этот мой курс частично помог все я закончил введение поехали еще раз повторяю что сам я астрофизик поэтому мне больше всего интересна астрофизика все примеры будут астрофизические ну когда общая относительность понятно это достаточно естественно но давайте взглянем вот на важнейшие астрофизические открытия я конечно не дописал тут 2010 год открытия гравитационных волн видите я родился как раз в то время когда в астрофизике именно в связи с технологическим прогрессом произошла революция астрофизика стала все волновой то есть кроме обычной астрономии оптической возникла радиоастрономия рентгеновская гамма астрономия нейтринная астрономия и вот сейчас после немоверных ожиданий и трудностей и гравитационно-волновая астрономия видите первые результаты были получены на нейтринном детекторе еще в 50-х годах 60-х год это вот был взрыв я еще далеко не все написал были открыты квазары реликтовое излучение базарные источники радио пульсары то есть первые нейтронные звезды в 70-х годах это все продолжалось были обнаружены рентгеновские пульсары еще одно проявление нейтронных звезд источники гамма всплесков в 80-х взорвалась слава богу все-таки достаточно давно далеко сверхновая которая дала тоже очень много интересного было открыто спутником кобе реликтовое излучение гравитационные линзы и микролинзирование то что было предсказано инштейном еще в 20-е годы тоже было обнаружено в 2000 году когда на самом деле все ждали что будут открыты гравитационные волны они не были открыты но там тоже были запущены спутники очень чувствительные и вот если мы посмотрим следующую картинку вот практически за все это видите дали нобелевские премии вообще когда там эта фамилия будет подчеркнута это будет означать что за это открытие дали нобелевскую премию если вот мы посмотрим на то за что давали нобелевские премии тут понятно что ничего не видно не надо тут главное на цвет смотреть единственное что я здесь хотел продемонстрировать это то что примерно поровну по трети за последние вот лет 30 давали нобелевские премии за астрофизику за физику частиц и за квантовую механику то есть астрофизика действительно была на самом передовом рубеже вот современного прошу прощения опять это слово воспроизведу естество знаний вот и поскольку у меня вот курс такой двойной вот классический мир он определяется двумя фундаментальными константами это скорость света и постоянная гравитация и вы знаете я про это подробно сейчас говорить точно не буду потому что тут все это интересно именно связи с квантовой механики где вот эти все пункты нарушаются у нас есть пространство время непрерывное есть координаты есть события есть траектория есть непрерывность принцип детерминизма независимость от наблюдателя если вы камень бросаете то вы знаете какая у него будет траектория и время и пространство ну мы знаем что у нас есть там цена деления но мы же все равно понимаем что они непрерывны вот давайте немножко поговорим о преобразовании лоренса я вот не уверен что я расскажу все поэтому я там сделаю паузу если я тем более что у нас время немножко мы уже потратили одну существенные детали может расскажу в следующий раз значит вот давайте поговорим про преобразование лоренса во-первых знаете ли вы что лоренцев было несколько кто знает что лоренцев было несколько никто не помимо голландского физика хендриха лоренса был еще людвиг лоренс датский физик и вы будете значит смеяться у них даже была одна работа не по преобразованием лоренса они вывели некую формулу которая называется формулы лоренца лоренс и лоренс и вот датский физик он конечно был менее известен но калибровка лоренса которую вы может быть когда нибудь узнаете это вот именно датский физик а лоренс голландский это вот преобразование лоренса сокращение лоренса лоренс фактор не надо объяснять что лоренс фактор не слышу ничего не не нужно и сила лоренса тоже не надо объяснить это вот голландский физик ну это еще хорошо было бы я хочу рассказать немножко еще одном совершенно замечательном человеке его зовут кто знает никто не знает его зовут оливер хивисайд он был английским физиком скорее даже не физиком а электротехник и он вот сделал нельзя сказать что больше но соизмеримым с максвеллом сейчас я объясню почему во первых как электротехник вы учили индукционная и там еще есть c до сопротивление переменного тока да знаете что это так вот он первым понял чтобы передавать сигнал на большие расстояния нужно время от времени поставить трансформаторную букву потому что когда у вас просто прямые провода у вас сопротивление связанные с индуктивностью с емкостью существует а с индуктивностью не потому что правда прямой и вот он понял что надо накрутить в определенных местах провод в катушку чтобы они скомпенсировали вы знаете да что компенсирует эти два сопротивления в переменном токи и увеличил передачу импульсов там сотни в тысячи раз вот ему чисто техническое открытие было но он сделал еще очень много от него к сожалению осталось только функции хивисайд это функция которая видите равна нулю при отрицательных значениях и единицы при положительных значениях надо еще всегда подумать что будет точно при нуле неважно вот это называется функция хивисайда вот в науку к сожалению вошел именно только вот таким вот образом но потом когда вот мне придется поговорить поскольку это совершенно необходимый пример про электродинамики и немножко отнимая хлеб у кафедры общей физики мы пообсуждаем уравнение максвелла вот вид уравнения максвелла как мы сейчас его используем это придумал именно хивисайд буквенные выражения которые использовал максвелл были абсолютно неудобные их сейчас они ушли а вот то как мы пишем диверденция ротор не знаете еще что такое научили вас еще но вот придется мне немножко про это говорить вот тот язык который используется в математике при описании электромагнетизма это придумал именно хивисайд и его тетрадках очень много того что потом открывалось через десятилетия например черенковское излучение люди потом находить ну давайте поговорим преобразование лоранцы так вы знаете что такое преобразование лоранцы не может быть чтобы не знали что для преобразования вот они здесь написаны и это в каком-то смысле повороты да слыхали на и давайте вот просто про повороты поговорим преобразование поворот вот у нас есть ну для простоты естественно двумерную возьмем ситуации нас есть декардовая система координат x и y мы будем его поворачивать на угол фи вот у нас здесь тогда после поворота будет их штрих игрек штрих ну вы хорошо знаете что после поворота новые координаты вот будут выражаться формулами которые вот наверху написано их штрих равно синус косинус косинус синус y штрих минус синус косинус и с другой стороны поскольку x и y это координаты радиус вектора и все другие вектора точно также будут преобразовывать понятно да и кстати вот если мы от синусов косинусов перейдем к тангенсом то эта формула вообще довольно похоже видите да на эту формулу только знаете там немножко другие знаете отличаются конечно но формула вообще горяпах похож давайте зададимся совершенно неожиданным вопросом во первых задача вопрос совершенно вот это вот эти соотношения которые написаны это определение или свойства вот эти вот так громко только написано к сожалению да я все время забываю значит но это не главный вопрос обратите внимание что это определение не свойств уже не тривиально то есть два числа является координатами вектора если при повороте на угол фи они преобразовываются вот по такому закону это есть определение вектор еще раз повторяю высокой математики у меня не будет поэтому там я не буду это вообще на трехмерии так вот обратите внимание вот на такой замечательный это ей не есть свойства и то есть определить теперь очень важный момент который вот здесь написан мы понимаем что при таких поворотах у нас сохраняется квадрат вектор а x квадрат плюс а y квадрат будет все равно сохраняться ну наверное вы знаете что при прозвании хлоренца сохраняется не сумма квадратов а разность квадрат если мы говорим что у нас должно быть какое-то линейное преобразование это очень важно что он линейное преобразование и сохраняется разность квадратов то тогда вот получается такая величина что такое c здесь что такое c что такое x понятно радиус а ци откуда выскочивать что такое ци скорость света ну понятно что это скорость света но ответ не принимается почему и собственно вот ради этого я так подробно и рассказываю смотрите скорость света это правильно это это тут получается да вы знаете что следствием этих уравнений является то что ничего не может двигаться больше чем скорость ну вот сейчас давайте вы поймете о чем смотрите еще очень важный момент состоит следуюсь вот поскольку мы будем говорить все равно про общей теории относительности общей теории относительности неприятно в том смысле что у нас нету интуиции что она четырехмерно они трехмер то есть вы привыкли что у вас есть если вектора то они трехмерно оказывается поскольку пространство времени четырехмерно то там надо вводить какие-то четырехмерные величины и вот если говорить о пространстве времени то вот эта четверка понятно это три координата и время и они преобразуются преобразованием лорекс так вот оказывается этих четверок куча и одна из самых важных это энергием вот здесь записаны релятивистские выражения для энергии опять спрашиваю известно они вам известно уже глуховат но это я услышал так вот смотрите они точно значит вот выражение у них тоже сохраняется разность квадрат но там надо только для размерности c поставить и энергия квадрат минус c квадрат p квадрат константа сохраняется разность квадрат и неудивительно что преобразование энергии импульса ну y и z сохраняется точно так же как и преобразование хлоренца простейшим опять же конечно написано общее преобразование для произвольных углов мы их не будем обсуждать вы видите точно такие же преобразования и поэтому но потом у нас это будет это я так немножко забегаю вперед специально конечно видите у нас есть еще один это называется четырех вектор еще у нас есть четырех вектор координаты со временем время и координат у нас есть четырех вектор энергии импульса энергия импульс и энергии импульс при преобразования хлоренца преобразуется вполне определенным точно таким же как преобразование лучше давайте еще один неожиданный вопрос задать пусть мы не знаем этого закон но понятно когда вы поворачиваете вектор сейчас мы опять вернулись поворотом вектор пусть мы не знаем закон тригонометрии не учили ничего не знаю и мы хотим узнать этот закон из каких-то соображений какие соображения ну одно соображение вот у нас явно есть при поворотах инвариантным должен сумма квадратов длина сохраняется сумма квадратов сохраняется и смотрите ведь я здесь написал самое общее преобразование сверху до через углы начало линейные во первых и вот четыре функции f1 от фи f2 от фи f3 от фи я хочу из общих соображений понять как она устроена и второе важнейшая вещь вот это вот когда занимался с младшими курсами раньше вот прямо я целый семестр тратил на теорию групп сейчас к счастью теория групп у всех фистехов есть на втором курсе вот а второе удивительно простое именно тер физическое условия групповое что два последовательных поворота есть тоже поворот какой-то поворот два последовательных поворота тоже поворот и они должны теми же функциями описывать и тогда мы можем вот сделать следующее нас у нас мы делаем первый поворот на угол фи тогда мы знаем вот поворот устроен такой и сумма квадратов вот здесь написано должна сохраняться и вот уже отсюда следует что фактически у нас я не буду детали рассказывать это у меня есть приложение вот в этой книжке уже оказывается у нас фактически уже есть только одна функция вот просто из того что сумма квадратов сохраняется видите у нас есть функция f1 от фи тогда f2 f3 f4 через эту функцию выражать вот просто из условий того что сумма квадратов сохранить а как нам найти вторую вот саму эту функцию а тогда давайте сделаем второе преобразование ведь у нас а от их шлих а от игрек штрих а теперь мы делаем второе преобразование какой-то угол фи штрих и у нас тогда получается а x2 штрих а а от игрек два штрих а там стоят штрихованы один раз а мы их выражаем через уже верхнюю пару и тогда вот получается то что здесь написано а x2 штриха вы видите квадратная скобка там не стоит некое выражение и должно на x плюс тоже какая-то круглая скобка на y но то что стоит в круглой скобке должна быть это же самая функция вот чем дело понимаете та же самая функция f только от какого-то другого параметра вот и знаете от суммы но это надо еще доказать то есть вот то что стоит в скобках это должно быть та же самая функция от некой комбинации это вот предпоследняя строчка а то что стоит перед а y квадратной стопкой должна быть тоже вот такой такой же точную форму так вот ничего другого кроме синусов и косинусов нет потому что вот вторая скобка снизу это просто формула для косинуса суммы до для косинуса суммы а вторая строчка это для для синуса ну корень из единицы минус косинус то есть смотрите какая замечательная вещь мы ничего не знаем про преобразование но мы какие-то достаточно разумные утверждения про это преобразование сформулировали и мы смогли определить сам вид этого преобразования почему линейно это это очень хороший вопрос почему лине я сказал линейная очень важная вещь и она вот лучше я вернусь вот сюда вот для нас будет важно важно вот преобразование лоренца она линейно потому что мы знаем что от нижнего условия что когда я сажусь двигаюсь со скоростью в у меня x будет равен нулю здесь тонкая действительно давайте так замечательно что вы задали этот вопрос люди пытались сделать для более общих суть вот если вы вот я как раз думал рассказывать про это или нет не буду рассказывать на время уже недостаточно но если вы посмотрите вот на сайт где написан лекция 1 лекция 2 лекция 3 вот после лекции 1 скобочках там и про лоренца так вот там очень подробно это все рассказывать очень хорошо что вы задали этот вопрос да он не тривиальный он не тривиальный но тем не менее вот в рамках линейных линейного подхода мы эти функции можем найти вы согласны что если я предполагаю линейность то я вот могу найти этих ну вот просто я сегодня вот не хотел про это говорить отключилась до создать подождем спасибо да переключить так тогда ждем а у вас вот эта машинка выключена ну сейчас подождем хотя потому что у вас сумма квадратов как бы вы сделали что у вас сумма квадрата когда у вас нелинейные члены у вас сумма квадратов и как не получится длина не получится сохранять да значит там красном преобразование лоренца очень симпатичная задача вот если вы посмотрите мы когда ее решали там сами ошиблись когда нашли ошибку очень обрадовались и теперь уже несколько лет даем ее студенту ну под конец я тогда если не забуду расскажу на на вот в пице задач пер 1 или 2 там стоит и смотрите то есть можно задачу поставить так найти закон линейного преобразования такой что первое сохраняет интервал а второе два последних преобразования тоже преобразование математический закон выглядит одинаково и тогда вы можете получить преобразование лоренца но самая замечательная вещь состоит в том что все глубже потому что смотрите мы говорим сохраняется интервал начать здесь уже буковка c существует да буковка c здесь уже существует оказывается вот это условие совершенно не лишним вот про это и написано приложение которое вот мы можем обсудить следующий раз в начале тоже сегодня то есть у меня на это время нету вот оказывается из условия но я давайте я скажу самое ключевое а кто хочет подробно посмотреть там в этом приложении очень подробные все выкладки сделаны мы можем обсудить следующий раз а самая замечательная вещь состоит следует что два последовательных преобразования во-первых остается вот это групповое соотношение что два последовательных преобразования лоренца есть тоже преобразование лоренца и во-вторых что она линии и оказывается смотрите здесь никакой скорости света нет видите никакой скорой в этом постановке никакой скорости звезды откуда она вберется скорость света вы увидите в этом расчете что там возникает просто некая константа откуда нам ее взять если вы видите экспериментально вот это ложь один из основатель нашей кафедры один из ведущих теоретиков двадцатого века всегда подчеркиваю физикоэкспериментальная наука физикоэкспериментальная наука и проверьте и всякие величины могут быть взять только из опыта вот то что есть предельная скорость мы живем в таком мире мы живем не в галилеевском мире где есть галилеевы преобразовать мы живем в другом мире которым есть предельная скорость и мы ее ну исторически до преобразования лоренца про нее узнали из электродинамики динамики поэтому мы ее называем скоростью света вот откуда например скорость гравитационных волн тоже равна скорости света вот по той же самой причине ну давайте продвинемся дальше уже прощения предлагаю вам прочитать во что там написано мы можем это обсудить следующий раз если вопросы какие-нибудь будут ну я может повторю а так давайте в общем поехали тогда дальше вот то есть достаточно вот этих вот двух соотношений во-первых линейность и во-вторых что два последовательных преобразования тоже преобразовать а сохранение интервала вот видите это есть следствие можно конечно его задать вначале но это не интересно оказывается отношение сохранение интервала это следствие сохраняется разность квадрат вот и скорость света вот безусловно можно определять только из наблюдения вот например я какой-то момент там покажу что такое стандартная модель вот стандартная модель это есть некий набор формул где коэффициенты взяты из наблюдений я потом еще раз это повторю давайте здесь сказать скажу вот мы увидели что вот есть некое преобразование там есть константа вот здесь то константы берется из наблюдений стандартная модель элементарных частиц вот есть некие выражения которые вот не противоречат каким-то основным законом но мы можем ее написать только только с точностью до коэффициента откуда взять коэффициент из наблюдений я к сожалению очень отклоняюсь от темы но раз уже этот вопрос возник давайте просто еще одну буквально фразу произнесу вот основная такая изначальная мечта всех кто занимается физикой частиц это объяснить например почему масса протона ты в 1800 раз больше масса электрон почему электрона такая масса почему протона такая масса вот таких ответов до сих пор не пишутся некие выражения в которых вот например вот это выражение отце какая-то константа она хороша тем что два преобразования есть преобразований понимаете два преобразования есть преобразование там стоит вот эта константа откуда взять константы из наблюдений вот другого пути пока не почему c вот именно такая величина никаких разумных соображений из теории нет ладно дальше я пойду гораздо быстрее сегодня у нас я говорю вводный довольно урок у меня там довольно много картинок про стокастику но вы сейчас поймете почему значит я сама начала сказал что вот есть классический подход был механистический есть траектория есть детерминизм то есть мы какие-то начальные условия задаем дальше все определяется и как вы прекрасно знаете нет направления времени мы бросили камень в другую сторону полетел точно по такой же траектории но как известно есть статистическая физика есть неопределенность есть направление время и это вот был некий мучительный совершенно процесс и трагическая судьба больсмана которым вот никто не верил в его интерпретации вот вероятность результат неполной информации нам и вот в этом курсе и особенно как ни странно в курсе общей курсе который касается квантовой механике потребуется вот эти две ключевые дипотезы дипотезы тоже дипотезы которые вышли статистической физики первое это эргоническая дипотеза усреднение по времени по ансамблю равнозначны и принцип равное распределение по степеням свободы что такое эргоническая дипотеза вот кстати вы знаете знаете усреднение по времени и ансамблю равнозначно все это такое вот мы сидим здесь и здесь куча всяких атомов пусть они даже все одинаковые и мы хотим задать себе вопрос какая средняя скорость атома вот заполняющая вот этот простанцы мы можем подойти двумя способом и вот это эргоническая дипотеза говорит что эти подходы должны дать один и тот же результат первый подход состоит в следующем мы берем одну частицу смотрим как она движется и усредняем ее скорость по времени ну величину понятно что если она тут долго сидит то средняя скорость равна нулю потому что она никуда не сместилась понятно да а второе вы берете весь ансамбль и в данный момент смотрите среднюю скорость всех частиц и вот эргоническая дипотеза говорит что эти величины будут одинаковые и второе прям принцип распределения по степеням свободы вот давайте в шарики поиграем что называется опять же очень интересно что кванта вот здесь существенное отличие от квантовой механики потому что хотя пусть даже здесь одинаковые атомы мы все равно в классической физике можем их раскрасить и поэтому если у нас есть одна частица то у нас есть два варианта она в правой части находится комнаты или в левой части ком если у нас четыре частицы то у нас есть четыре варианта проводить две частицы то у нас есть четыре варианта три частицы 8 4 16 вот они здесь нарисованы вы видите да и вы видите что чем больше частиц тем больше максимум равное распределение когда в одном и в другом части у нас одинаково и вот здесь начинают работать ну вот я говорю что на самом деле конечно это выглядит так начали к число это просто треугольник паскаля всем хорошо известный цзн пока и вот ей вот одна и первая задача которая вот стоит показать что при очень больших числах н и к у вас получается очень узкое распределение гаусса для всех заставляю вот чем дальше я идете чем больше это уже похоже распределение гаусса и вот вот эту выкладку это есть задача номер один то есть если у вас всего есть n частиц а к почти половина то есть надо перейти вот видите правом нижнем углу там на самом деле переменная из к минус n попала и вот зная формулу стирлинга n факториал при очень больших n можно показать что это сводится просто гауссового распределения вот это очень полезно всем всем получить гауссовое распределение определяется двумя параметрами средней величиной и дисперсией и вы видите вот дисперсии это то что стоит внизу да в квадрате и это грубо говоря и ширина вот этого максимума вот сигма эта ширина от этого максимума если вы посмотрите вот на то что здесь есть сигма видите квадрат сигма есть и сама сигма весь корень из и всего из n частиц а ширина корень из и при очень больших числах n ширина становится гораздо меньше чем сама ширина распределение и это означает что при том количестве частиц которые тут можно вот расположить если у нас 2 на 10 28 молекул я оценил то примерно пола поровну то есть вот видите какое отклонение до 10 минус 10 14 по отношению к 10 28 уже у вас вероятность такая что на вашей жизни не только на вашей жизни вот это тоже очень важно а на времени жизни вселенной это никогда не будет вы даже не выйдете вот за этого величины а если они соберутся все в одной половине то это значит вероятность вот такая и это не будет уже никогда вот этот переход что не будет никогда хотя в принципе возможно вот это было мучение одно из основных мучений больше потому что механистическое мировоззрение говорила что если я все частицы обратно пущу то они опять соберутся быстрее а статистика говорила что это не так значит мы чуть попозже увидим где еще очень существенное отличие время у меня есть если время хватит я так решил тогда мы вернемся к преобразованием и вот смотрите что произошло уже фактически на моей памяти то что произошло на моей памяти смотрите статистическая физика я на этом не очень распространяюсь потому что это и в школе учат и вас будут учить на кафедру общей физики вот то что я рассказал это довольно такие известные а вот нет более нетривиальные вещи это следующее смотрите мы поняли главный вывод статистической физики что редкие события не играет основной никакой роль собраться всем атомов половине это настолько редкое событие вероятность настолько мало что она реально не происходит даже реально не происходит очень малое откладывание не говоря уж о том что все так вот к сожалению это не так и в нашем мире где прекрасно вы знаете есть и процессы турбулентности кстати турбулентность до сих пор область где никакие законы не сформулированы вот у нас руководитель нашей лаборатории кирилл петрович зыбин который теперь будет сейчас происходит смена поколений все-таки александр викторович гуревич уже за 90 и теперь будет заведующий кафедром кирилл петрович зыбин корреспондент академии наук который вот занимался многими вещами но вот последние лет 10 он занимается турбулентность потому что эта область которая вот удивительно никому не поддается и в турбулентность она статистика не описывается вот простенький пример сейчас не очень понятно чему это относится но я потом поясню вот давайте смотреть значит давайте усреднять некую величину которая есть произведение нулей единиц где ноль будет если частица находится в правой половинке а единица если частица находится в левую половину и вы видите что это средняя величина будет равна единице а внесет вклад в эту единицу только одно единственное состояние когда все находятся в одной части видите да тоже во всех других случаях кто-то будет находиться в другой части это будет 0 и тогда все произведение будет равномерно но это такой немножко другой смешной пример но вот вам причем это действительно я спрашивал людей которые занимаются у вас очень длинная нефтяная труба и она ей достаточно где-то в одном месте порваться и уже все понимаете одно событие сразу все нарушить поэтому в турбулентности оказался совершенно неожиданный вывод что редкие события определяются редкие всплески какие-то определяют все динамики волна убийца вдруг выскочила разрушила корабль вот несколько примеров давайте вот я надеюсь что последние вот минут 20 как раз мне хватит поговорить на эту тему ну вот во первых неопределенность я уже говорил цена деления классическая физика какой дает ответ здесь что цену деления в принципе можно сделать сколь угодно мало ну сделаем получше прибор дадим обратный ход почему это еще важно вот связи с чем я это говорю вспоминаем стрела времени мы запустили молекулу в половину зала открыли половинку все вытекло давайте возьмем какой-то момент все скорости в другую сторону вроде должно приближать опять все в половину мы вроде знаем что так это не так но вот классическая физика говорит следующее если бы я все-таки смог хотя опять это понятно что это невозможно абсолютно но если бы я смог все скорости поменять на обратные у меня бы все пошло опять ситуацию когда все соберется в половину квантовый механик опять давайте сделаем одно замечание про квантовый механик там этот вопрос решается совершенно однозначно и цену деления принципиально нельзя сделать сколь угодно мало ну ладно это квантовый механик давайте все-таки классическую подумаю вот якобы рисунки зельдови совершенно замечательный человек трижды лауреат тоже изделие делал в сарове он был кэш совершенно ты вот как это не трудолюбия что невозможно можно сказать неимоверными энергии человек он еще успел написать видите такой учебник высшая математика начинающих я как раз учился в школе мне математика или ни в коем случае не не читайте эту книжку там все математически неправильно ну да потому что он был физик и он увидите написал физики нет бесконечно мало видите нет бесконечно мало но тем не менее производной в чем тут вот оказалось это вот фактически тоже на моей память что турбулентность гораздо глубже чем вот те те механистические идеи которые я вам рассказал но давайте возьмем монету на коровку похоже сейчас поймете чем вот мы бросаете монеты где случайность случайность состоит конечно в том что траектория очень неопределенная вы чуть-чуть действительно по другому ее бросили уже ясно что исход будет другой давайте вот здесь зрительно я сделал так пусть у нас вот сила который мы бьем будет абсолютно одинаково а вот . приложение будет чуть-чуть меняться тогда вот на картинке слева я раскрасил области ну например черный выпадает орел белый выпадает это такая вот вязь но важно следующее я если беру лупу теперь это называется зум да делаю зум то рано или поздно вот у меня этот квадратик будет либо весь черный либо весь белый понятно либо весь черный либо весь белый вот это классе классический подход классицизм подход классицизм так вот турбулентное течение не такое она устроена совершенно по-другому как бы вы и вот понимание этого это вот буквально вот я говорю на моей память как бы вы не делали зум у вас всегда в квадратике будут и черные вот реальная турбулентность она устроена вот таким вот вот давайте чуть ну вот необратимость вот эти слова написаны невозможно снова собрать газ половине комнаты значит потеря информации рост фазового объема вот рост фазового объема это ключевая вещь если вот необратимость откуда появляется необратимость есть замечательная теорема ли у виля наверное француз судя по всему до сохранения фазового объема что такое фазовый объем значит у нас есть пространство обычное x y z но физики сюда надо быть немножко поглубже есть фазовое пространство который больше мерно и в котором есть еще пространство импульса если у вас есть одна частица то она ее координата находится в шестимерном пространстве потому что у нее есть координаты если так вот есть совершенно замечательная теорема ли у виля который состоит в том что при классическом движении но если нет затухания если нет всяких диссипативных процессов объем сохраняется то есть если вы взяли какой-то объем это же начальное условие правильно мы задаем координаты и смотрим куда они перемещаются то вот этот объем остается постоянно этот объем остается постоянно но вопрос в том как этот объем изменяется и вот оказалось то что люди не предполагали что это будет так серьезно что вот очень во многих системах я потом сейчас конечно мы к ним перейдем значит у вас этот объем расширяется вот таким вот образом видите да объем сохраняется но система становится все более более пористой это то что вы наверно слышали слова фрактал система становится фракталь и если вы теперь имеете конечную цену деления то вы видите что у вас объем эффективно увеличивать вот как может быть решена неожиданно противоречие между сохранением объема и не и отсутствием значит равенство хода времени вперед и назад вот вам третий лоренс на всяких экзаменах я спрашивал сколько лоренс вот третий лоренс нашел очень простую систему уравнений трех вот тут очень важно а что это трех уравнение трех переменных временной но тау тут время да и она не линей вот это важнейшая вещь и вот оказалось что совершенно случайно идет ход но в данном случае вот здесь нарисовано как x зависит от при их где-то в районе единицы потом перескатывает на минус единицы это пять единиц и минус единица совершенно случайно вы не можете предсказать сколько времени он будет находиться прям вы немножко изменили начальные данные у вас все стало совершенно по-другому чуть-чуть попозже значит это будет видно вот это видите у нас было что преобразование лоренца вот еще два лоренца бабочка лоренс и аттрактор лоренс это вот то что лоренс открыл вот 50 60-х годах значит вот такая траектория на фазовом объеме тут не фазовый объем тут вот x и y и вот как у вас идет траектория она сначала крутится вокруг 1 величины потом перескатывает на другую и вот так вот бесконечно прыгать с одной и и и вот это вот оказалось совершенно удивительная вещь и открытие так называемого динамического хаоса то есть вполне определенных системах то есть когда у вас задана правая часть слева стоит производная справа стоит вполне определенная величина у вас получается стахастичность тут кстати наши советские расистые ученые тоже внесли несомненный вклад вот яков сеной раз такой молодой когда он это все придумал вот бильярд сена вот бильярд сена это с вогнутыми такими стенками мне больше нравится вот шарики смотрите у нас вполне определенная задача у вас шарик маленький ну . от от скативает от круглых шариков ну да ну здесь одномерные задачи от окружности и вы видите что у вас траектории 1 и 2 они шли рядом а потом они раз и разлетелись да причем можно вполне просто написать критерии от неопределенности быстрое об скобках обязательно конечно экспоненциальное разбегание траектории чтобы увидеть это тут уж конечно утрированно все нарисовано давайте мы можем всегда достаточно близко сделать две траектории и посмотреть какое расстояние между ними будет после первого удара после второго удара после 3 4 и вот оказывается вот что даже вот на таких простых задачках у вас будет экспоненциальное увеличение то есть они сначала вот например расстояние между ними единица да а после первого удара будет двойка после второго удара четверка потом восьмерка и тогда понятно по экспоненте пойдет и вот это будет критерией что данная система стахастично да но это вот случайность была еще подход я просто для общего что можно правую часть написать случайно это так называемое уравнение ланджи вена и вот вам пример случайность маятник на жесткой как называется штанги внизу нас тут вообще одномерная фазовая траектория двумерная значит по горизонтали путь будет угол а по вертикали угловая скорость тогда если колебания очень маленький не так как здесь нарисовано то тогда это вот окружность но там эллипсы вблизи положения равновесия но чем больше мы увеличиваем амплитуду вы видите что это уже какие-то движения вот внутри соответствующей области а если уже эта штанга поднимется наверх и вот будет уже вот так вот крутится да то это вот уже такие волнистые линии сверху и снизу но вполне пока здесь все определен где появляется неопределенность давайте пусть еще возьмем какую-то силу мы будем основание этой штанги вот так вот перемещать и тогда у вас в районе сепаратрисы видите там есть сепаратрисы да у вас на возникнет статистическая область ширина которой значит будет экспоненциально мало вот поэтому это величине возмущающей силы о чем это говорит если у вас почти вы поднимаетесь наверх а в этот момент вы чего-то немножко подергали да у вас начинает совершенно случайное блуждание туда сколько-то оборотов обратно сколько-то оборотов вот вас пример вот такой стихистической реализации хотя сама сила вот это возмущающий может быть совершенно какой-нибудь синус то есть у вас уравнение вполне определен но вы тем не менее не можете предсказать где будет находиться маятник вот в районе вот этой вот сепаратрицы значит давайте тут два три астропизических примера сейчас а где же здесь а я не перенес к сожалению прошу прощения еще я должен был упомянуть совершенно замечательного человека игоря арнольда который вот и предсказал так называемую диффузию арнольда прошу прощения я когда буду выкладывать я эту картинку обязательно дополню значит это был совершенно замечательный человек который очень мы можем только гордиться один из наших самых выдающихся математиков начал показал вот что действительно на если есть у вас три разных задачка трехмерно как и в случае случае с аттрактором лоренца что у вас вот блуждание по такой вот сетки сепаратриз позволяет систему привести куда угодно почему ключевая вещь происходит при переходе от двух переменных трех переменным ну я качественно вам скажу следующее у вас движение то есть но все равно вас есть некие законы сохранения и поэтому некая связь у вас всегда есть между переменными но вы знаете что на плоскости линия делит плоскость на две части вы не можете перейти из одной части а в пространстве линии уже ничего не делит вы можете обойтись как куда угодно и вот грубо говоря именно по этой причине если у вас размерность больше трех равна или больше трех вы можете за счет наличия вот таких сепаратриз малым колебанием переходить вот по такой же примерно сетки из совершенно разных разных областей поэтому например вот нельзя буду из одной области другой в частности поэтому нельзя погоду предсказывать больше чем на три дня на так давайте сначала вот еще расскажу про фигенбаума который тоже придумала случайную совершенно реализацию уже на совсем простом пример он вообще тогда только появились калькулятор и он с помощью калькулятора нашел совершенно удивительную вещь значит вот мы лоренц интегрировал уравнение а давайте мы вообще просто преобразование сделаем вот у вас есть простенький закон как из y n делается на следующем шаге y n плюс 1 и вот он взял а потом оказалось что это не зависит от того что конкретно брать вот такую вот зависимость это такая парабола видите нарисована значит тогда как будет движение вот вот первая картинка слева да вот пусть мы взяли какую-то величину y n и от нее перешли на игре к на плюс 1 это вертикальная от линии я не знаю вот здесь видно стрелочки или нет не видно ну в общем поднялись от горизонтальной линии вверх до этой параболы как это мы стали взяли от y1 y2 теперь если мы должны там следующий шаг сделать мы должны во-первых перейти на линию вот эту дипотенузу да чтобы сделать уже начинать снова на размер потому что она же как раз означает что y равен x вот это под 45 градусов прямая это y равна x поэтому вот мы опять перескочили туда и опять поднялись вверх и и так дальше 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 и вот оказывается если лямбда не очень большое у нас мы придем вот в эту точку пересечения вот этой параболы с линии y равно x и там останется но оказывается по мере того как я лямбда буду увеличивать так у меня наклон вот этой параболы в точке где она пересекает линию не знаю как назвать линии y равна x станет больше единицы и вы видите и у вас мгновенно начнет раскручиваться вот такая вот квадратик у вас уже будут две точки у вас вы будете бегать между двумя точками а если я увеличиваю лямбда опять опять произойдет такая бифуркация и у вас вы будете уже бегать между четырьмя точками и вот здесь это как раз показано значит по горизонтали это неправильно это надо там лямбда написать мы меняем лямбда а x это вот точка равновесия и сначала у нас вот линия показывает что у нас одна точка потом становится их 2 потом 4 и так далее видите так вот замечательный факт состоит в том что при неком лямбда меньше четырех а 4 это как раз когда когда у вас макушка этой параболы дойдет до линии единицы сверху то есть у нас нужно чтобы она не доходила и вот важно он увидел что до того как лямбда дошла до единицы вообще не будет устойчивых точек и у вас будет беготня между всеми точками от нуля до единицы вот это он обнаружил просто на калькуляторе такая очень простенькая модель перехода в стокастику и более того нашел два совершенно универсальных числа альфа и дельта это фактически вот вот эти вот переходы вот смотрите на большой картинке которая нарисована слева да я выделил некую зеленую зеленую область и если я ее растянул вот именно вот в этих по вертикали с одним этот не помню какой увеличил на велись растянул на масштаб альфа а другую масштаб бета дельта прошу прощения она стала абсолютно такой же как вот на предыдущем шаге видите да и вот оказалось что эти числа альфа и дельта они абсолютно не зависят того какой закон вот этот я выбирает какие-то совершенно универсальные числа причем он их увидел именно на калькулятор то есть вот он их увидел вот на законе когда пора была можно синус взять понимаете ну там с каким-то коэффициентом оказывается вот эти числа они называются числа фигеембаума они абсолютно универсальны они показывают как мы переходим хаос путем удвоения период вот я показываю очень хороший кисековский учебник карлова и тириченко карлов был ректором довольно продолжительное время я правда уже к тому время фистех окончил вот где вот это все очень подробно рассказ вот ну ладно так и быть расскажу вам еще вот про последние 33 примера и на этом мы закончим тогда а про преобразование лоренца тогда сами почитайте его следующий раз немножко поговорить значит вот эта диффузия арнольда которые к сожалению прошу прощения одну картинку с не вот на эту лекцию не переписал вот она имеет три совершенно замечательных примеров астрофизики первый значит называется лютикир кода вы знаете что есть астероиды есть пояс астероидов между юпитером и марсом и вот показано распределение их по периодам картинка справа это распределение их по периодам и вот лютикир кода означает провалы в количестве астероидов когда их периоды есть какие-то простые отношения там 2 к 3 3 к 4 по отношению к периоду вращения юпитер вот юпитер действует на эти астероиды и если находится в резонансе практически резонанс может не стоить с той частотой с какой-то дробной частотой и вот они по этим каналам диффузии арнольда вот такая же сетка как вот здесь они вот из этой области выходят ну вторая кольца сатурна а третье вы знаете что у них есть тоже провалы когда периоды соответствующие есть точно также кратные периоды тут все время ошибаюсь не галилеевских спутников спутников сатурна галилеевы спутники спутники юпитера но есть массивные спутники у сатурна тоже и вот когда тоже есть резонансы у вас вот соответствующих местах нет не возникает значит соответствующих тел а третье это вот замечательная вещь это блуждание орбит которые особенно хорошо видны на луне значит луна оказалась очень не равномерно и там есть какие-то концентрации масс не сферически симметричные называются масконы вот тут я даже вот изобразил нашел где-то и вот когда стали запускать спутники первые вокруг луны оказалось что не за абсолютно летают случайным образом то есть их орбита это не эллипс как хотелось бы а это можно считать эллипс но параметры абсолютно неопределенно меняется угол наклона ну почему потому что задачка не центрально симметрично понятно да у вас нельзя рассматривать луну как точечную массу она еще вращается понятно поэтому задача стала трехмерной той самой опять вот эти необходимые три измерения которые нужно для стахасти и у вас орбита выглядит вот таким вот образом то есть напряг центриситет меняется случайно конечно каких-то пределах потому что закон сохранения энергии никто не отменял вот это вот блуждание орбиты это тоже одно из проявлений вот это вот диффузии арнольда случайности которые вот возникает казалось бы вот совершенно определенных давайте вот так у меня последняя картинка про квантовую механику на я у про нее уже сказал несколько слов вот на самом деле вот диффузии арнольда это самое наглядное то есть прошу прощения вот бильярд синая и диффузии арнольда тут конечно тоже зашито вот последние части которые я говорил вот то что произошло действительно на моей памяти что даже если мы точно пишем уравнение у вас система может обладать совершенно случайными свойствами если у вас ну вы понимаете да вот у вас шарик летит вы точно пишите он сталкивается угол падения район углу отражения чего тут может быть пишите все сразу а тем не менее поскольку траектория расходится у вас случайность вот это вот совершенно замечательная вещь которая была вот понята на последнее время все спасибо я практически все успел что я хотел давайте вопросы если хотите значит пусть у вас в одной системе отсчета релятивистская частица ультрарелятивистской лоренс-фактор много больше единиц вращается по окружности мы переходим систему отсчета в которой есть одна один момент когда у вас тело находится в покое задача найти среднюю энергию в этой новой системе кардинга значит фактически но ответ выражается только через вот значение лоренс-фактор ну давайте так есть если будут какие-то вопросы давайте с этой задачи начнем я надеюсь будет свет и можно будет что-то на доске я сейчас просто не в состоянии что-то рисовать и какие-то формулы так спасибо вам возможно вопросы можно конечно а вот какой был первый опыт из которого хотя бы приблизительно оценили скорость света а это это же как раз связано помощь галилеевыми спутниками когда было известно по периоду было известно расстояние до епитера правильно и там были затмение вот это еще он восемнадцатом веке я сейчас точно помню спасибо уже скорость света была определена она могу задать потому то здесь это да выключаюсь этот исторический вопрос я точно помню что это связано с галилеевыми спутниками но какой год и кто да значит вот мы договорились что взаимодействие у нас будет идти вот по вот этого адреса это просто прошу кафедру кто хочет посмотреть как только громче пожалуйста давайте я буду подходить к сожалению в зале я очень плохо слушаю слышу да а да 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 прошу прощения прошу прощения да 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 я про это и говорю прощения поем что мы начинаем с убедет единицей о сет radical для топливных окон спутник в предыдущих